Всем привет! Сегодня с нами прекрасный автомобиль Volvo S40, 2008 год, двигатель 2.4. Но с ним произошла не прекрасная история, а конкретнее стихийное бедствие, за которое придется выложить достаточно крупную сумму нашему клиенту, о чём мне очень его жаль. Ну, короче, поехали смотреть, что же там произошло. Итак, перед тем, как рассказать вам о стихийном бедствии и что случилось с этим двигателем, по какой причине он вышел из строя, давайте я вам расскажу про сам двигатель, потому что практика у нас достаточно большая, эксплуатируем мы эти автомобили, ремонтируем достаточно давно. Ну, что ж, двигатель атмосферный, 2.4 бензин, маркировка B5244S, двигатель, в общем-то, почти такой же, как на S60 S80, P2 платформа, но, тем не менее, на S40 он немножко другой. Двигатель надежный, в принципе, конструктивно, с точки зрения механики, очень хороший двигатель. Отличный, изумительный, но есть два минуса. У самого двигателя минус то, что, даже не двигатель, а автомобиль, то, что автомобиль достаточно низкий, и картер, поддон, расположен низко. И достаточно часто их бьют об люки, об бордюры. Это хорошо, если клиент заметил, да, удар, там, остановился, посмотрел, масло вытекло, всё, заглушил машину. А бывает такое, что ударились поддоном и поехали дальше. Соответственно, масло вытекает, двигатель приходит в негодность. А, в общем, по своим техническим характеристикам, повторюсь, двигатель изумительный, изумительный. Достаточно мощный и вообще такой рабочий. Есть ещё один минус, он не совсем относится к двигателю, но я его озвучу. Также внизу находится компрессор кондиционера, который тоже достаточно часто сносит либо там шкивы, если более серьёзный удар, то и компрессор можно повредить сам, об люки, бордюры и так далее. Поэтому, друзья, если задумываетесь приобретать ИС-40, либо уже вы имеете такой автомобиль, будьте осторожны, не забывайте, что ваш автомобиль достаточно низкий, будьте аккуратны с препятствиями. А теперь о стихийном бедствии. Итак, владелец автомобиля двигался по достаточно большой луже, и навстречу проехал КАМАЗ, который пустил волну. Волна была такой силы, такой высоты, что попала в воздухозаборник. Попала, соответственно, вот в это отверстие, куда поступает воздух, ну и вода приземлилась вся в двигатель. Так как мы ролик сегодня начали снимать чуть позже, ребята уже демонстировали двигатель, здесь всё было в воде, то есть впускные отверстия, было всё в воде, то есть половина клапана была затоплена. Также мы сегодня скинули поддон и зафиксировали, что произошло. Произошел, соответственно, гидроудар, и загнуло два шатуна у первого и у второго цилиндра. Соответственно, целесообразнее всего по экономике менять двигатель на контрактный. Вот двигатель мы приготовили, скажем, достаточно свежий двигатель, мы знаем его историю, соответственно, даём гарантию. Так что я думаю, что всё будет в порядке, как обычно. Ну что, предлагаю пробежаться по ценам, но перед тем, как озвучить цены, сразу же предупрежу вас. Я обычно озвучиваю цены, общую стоимость, и не перечисляю многие позиции, многие расходники, комплектующие и так далее. И когда вы слышите там сумму, к примеру, в 200 тысяч рублей, многие из вас говорят, ой, как дорого за то, что вы перечислили. Хотя я перед этим говорил, что за многие позиции и запчасти я цену озвучивать не буду, иначе это будет очень долго. Поэтому назову цены конкретно на конкретные агрегаты детали и на конкретные работы и услуги. Итак, поехали. Стоимость замены двигателя 45 тысяч рублей. Также произведем ремонт стартера 6,5 тысяч рублей. Сам двигатель контрактный, скажем так, достаточно свежий, стоит 70 тысяч рублей. Что еще из существенного? Также произведем замену корпуса масляного фильтра. Это вот такая вот штучка. Но это не только корпус масляного фильтра, а это бачок вентиляции двигателя. Очень важная деталь. Обязательно нужно производить замену раз в 100-150 тысяч километров. Как она себя проявляет? Начинается свист, то есть забивается. Воздух не циркулирует в двигателе и начинает выдавливать сальники. Все это может произвести к потере масла. И таким образом тоже можно угробить двигатель. Устанавливать мы будем неоригинальную деталь, от чего клиент сэкономит. Производитель Волн Люкс. Что приятно для меня. Стоит будет такая штучка 9765 рублей. Также произведем замену подшипника правого привода. Вы не слышите, конечно, шумов. Но если взять за него, есть перекаты. Это говорит о том, что ему недолго осталось жить. Как раз таки это к слову. Я в предыдущих роликах говорил, что когда снимается весь агрегат, ты можешь посмотреть на все другие агрегаты, детали. И хорошо все продиагностировать. И заодно заменить какие-то вещи. Вот, к примеру, опора. Опора двигателя, в общем-то, пока еще ничего. Но уже есть трещины, надрывы. Это говорит о том, что так как опора гидравлическая, что она скоро вытечет. Поэтому будем устанавливать опору другую. Но, опять-таки, с целью экономии будем устанавливать опору БУ. Опора БУ будет стоить 2700 рублей. Далее нужно заменить радиатор охлаждения КПП. Так как он течет, также будем устанавливать БУ с гарантией. На чем тоже клиент достаточно прилично сэкономит. Вот такую штучку будем устанавливать. Стоить он будет 3150 рублей. Вот такие вот цены. Я не буду перечислять прокладки фильтра, жидкости, масла, антифриза. Потому что понятно, что все это нужно будет заменить. Так как двигатель меняем, не будем же мы завеливать старые жидкости. И еще пару слов про коробку передач. Коробка передач на данном автомобиле автоматическая. Коробка передач японской фирмы Asin. 55-51. Что я могу сказать про коробку? Ну, из практики. Коробка передач крайне надежная, в общем-то, как и двигатель. Проблем никаких с коробкой передач не бывает. Меняйте своевременно масло, желательно раз в 50 тысяч километров. И нареканий по коробке, я думаю, вы никаких не испытаете. Коробки передач достаточно долго служат. Также, так как мы занимаемся запчастями БУ и покупали в свое время достаточно много таких автомобилей на разбор, так вот могу вам заявить, что у нас таких коробок передач на складе около 20. Это говорит о том, что они не имеют спроса, они не выходят из строя. Так что это плюс, большой плюс данному автомобилю. Ну и подведем резюме. Volvo S40 автомобиль достаточно надежный, хороший. Один из минусов то, что он низкий и можно где-то случайно что-то задеть. Будьте аккуратнее. Да, мы знаем, что дороги сейчас наладили в нашем городе, да и в области, но тем не менее. Аккуратнее. Ребят, если был полезен, ставьте лайки, дизлайки и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова